Здравствуйте! В эфире программа «7 минут». В гостях у меня сегодня Светлана Кондрашова, директор спортивно-оздоровительного центра «Сатрия». Светлана, здравствуйте! Ну вот первый вопрос у меня, наверное, такой. Сейчас много очень всяких спортивных центров. Расскажите, пожалуйста, что может предложить конкретно Сатрия? Ну да, направлений у нас очень много, действительно, там и йога, пилатс, не буду сейчас об этом говорить, рекламировать. А вот больше всего мне хочется рассказать о детских направлениях, потому что сейчас идет сезон, как раз родители думают, куда дети ребенка, особенно гиперактивных детей, в спорт, естественно, в секции. И вот как раз этими направлениями детскими мы стараемся разнообразить. Я хочу и рассказать про эти направления. Ну, например, у нас очень развито восточное единоборство. Не просто восточное единоборство, а разные смешанные бои, допустим, джиу-джитс занятия, рукопашный бой. В общем, направление, то есть у нас вот тренер, например, ДВДНК, который воспитал ни одного чемпиона мира, то есть джиу-джитса, занимается детьми от 10 лет. То есть, пожалуйста, приглашаем, и я горжусь этим тренером, то есть там не просто работа как тренера, да, то есть там психология и работа именно с детьми, разговоры с детьми о здоровом образе жизни, о здоровом питании, о как себя вести в каких-то ситуациях. То есть вот это нравится мне, как подходит у нас к этому тренера. Потому что у нас федерация, и вот все вот Жерихов, Евгений, он как раз этим и занимается, занимается набором тренеров нашего центра. С десяти лет это не поздно? Нет, это вот, например, я рассказала про ДВДНК, да, Владимир, то есть у нас есть детки, которые с шести лет у нас набирается группа, например, Али Алиев, то есть типа бюджетные группы, например, не все могут родители ребенку заплатить и платные какие-то до секции отправить. У нас есть бюджетные группы, как раз вот с самого начала, то есть даже с четырех лет можно ребенка привести, то есть стоит вообще чисто символическая плата, и, пожалуйста, мы вас ждем в дневное время работы с детьми, как раз вот. Ну, помимо единоборств, что-то еще для детей есть? Вот, у нас, вы знаете, сейчас вот есть такое направление в нашем центре, это подростковый бодибилдинг. Вот об этом я хочу очень подробно рассказать, потому что многие родители сталкиваются с такой проблемой, как с детскими, проблема позвоночника, плоскостопия. Ну, много, не секрет, да, что вот эта беда детей, родители с детьми, которые борются, что сидим мы за компьютером, долго проводят время, и в итоге подросток развивается, и у него мышечный корсет не сформирован, а рост достаточно, уже особенно мальчики, а рост достаточно высокий, да. Получается, что изменение мышечного корсета, мышечный дисбаланс, и вот эти проблемы как раз вот прямо на лицо, то есть ребенок сутулится, и проблемы со здоровьем прямо не на лицо. Поэтому вот мы создали такую группу детского бодибилдинга. Почему мы назвали это бодибилдинг? Потому что… То есть что-то угрожающее на самом деле. Да, слово, то есть мальчишке, если он не занимался до 14 лет ничем, то есть как-то ему и страшно куда-то пойти, уже ребята какие-то, у них уже есть титулы какие-то свои, есть уже звания даже в этом возрасте, и вдруг ребенок сформировался, да, уже как человек, как личность, а физических навыков еще нет. И вот как раз с такими детьми мы набираем таких детей, такую группу детского бодибилдинга. Работа, конечно, там не с весами, а со своим весом. В общем, тренер грамотно каждого подбирает программу, то есть в зависимости от физических навыков, занимался ли он никогда, можно с нуля, вот, пишет программу, занимается с этими детьми, и не просто физические какие-то упражнения, да, где ему интересно становится, в конце концов, потому что тренер такой грамотный, сам по себе такой мужик-мужик, он, причем при этом, при всем он пропагандирует здоровый образ жизни, то есть не секрет, что сейчас пить, курить не модно, то есть сейчас все идут в спорт, да, все мальчишки уже это понимают, умные, вот, поэтому вот как раз он об этом все подробно рассказывает, и на своем авторитете, на своем примере, как бы, вот. Вот вы, кстати, сказали мальчишке, а вот касаемо девчонок, девчонок есть куда податься? Да, то есть мальчишка, вот это вот как раз коснулось мальчишек. Девчонки, пожалуйста, это, я просто вот не хочу, как бы, рассказывать все эти направления, потому что, ну, девчонкам я хочу посоветовать гимнастика, это вот для маленьких девочек. У нас есть спортивная гимнастика, не только девочки, то есть там и мальчики, и девочки. Тоже у нас Катя Дружинина ведет такие занятия, это спортивная гимнастика. То есть вот, ну, пожалуйста, шести лет, например, и девчонки, и мальчишки, она у нас чемпиона России по гимнастике спортивной. Тоже тренер такая, если вот, ну, на слуху, так многие, кто в этом направлении работает, они ее знают. То есть не просто там девочки, какие-то мальчики у нас тренера, да, такие все прям горжусь. Именитые. Да, да. А вот Центра спортивно-оздоровительная, что-нибудь оздоровительное есть? Здравствуйте. Вот. И вот столько могу рассказывать, поэтому вы мне задавайте наводящий вопрос, потому что столько направлений, да, мне так будет легче. То есть вот я хочу рассказать, у нас есть такой доктор Голобоков Андрей, который ведет как раз вот, я вам уже сказала, с подростками, а это вот как раз с детишками. Проблема бывает у детей, у маленьких плоскостопия, многие мамы с этим сталкивались. Вот здесь работу с ними ведет доктор. То есть мы не занимаемся лечебными деятельностями, мы оздоровительные, но сам человек, который ведет эту гимнастику, он доктор. Он написал диссертацию по детям, у которой как раз вот проблемы с позвоночником, с плоскостопием, маленьких детей, у которых вот уже бывают врожденные даже какие-то проблемы. То есть у него специальное оборудование, то есть группы большие он не берет. Он берет несколько детей, разговаривает с родителем, какие проблемы, то есть и вот потом уже начинает с ними работать. И я хочу вам сказать, что благодарность от родителей настолько потом вот велика, что я прям вот, ну я вам говорила, что уже горжусь. То есть есть у нас результаты, и детки, конечно, уже совсем другие. В обществе потом адаптируются, всем по-другому. Ну вот, что касается детей, мы более-менее выяснили, да, но есть, наверное, вот еще такая проблема. Часто сталкиваемся с тем, что вот родители привели ребенка, отдали и сидят, ждут, да. То есть я так понимаю, здесь родители тоже могут чем-то себя занять, хотя бы на то время, пока они ждут ребенка. Конечно, я сама как лично, как управляющий хожу и говорю, ну вот вы что сидите, ребенка ждете. Вот там несколько спортивных залов, тренажерные, параллельно идет там, допустим, йога. То есть можно выбрать все направления, да, там дети занимаются в одном зале, а залов не один зал у нас. И параллельно у нас там сайклы, там аэробика, то есть там фитнес направлений все. Поэтому цигун, ну то есть перечислять я могу кучу. То есть мама себе может, или папа, который придет, он может себе просто в расписании с ребенком вот посмотреть, что идет параллельно, какие занятия. Естественно, там двойная польза. И мама занимается, папа занимается, а лучше всего семья. А у нас там для семьи специальные скидки даже есть. Так что, пожалуйста. Свет, вот сколько лет уже вы в спорте? Ну всю жизнь. Я даже сколько живу, столько спорт. Сначала танцевала, а потом вот занималась вот, можно сказать, да, спортом. А как считаете, вот год от года все больше желающих заниматься спортом? Ну очень радует мне эта статистика, потому что сейчас уже не определяется, сколько процентов занимается, сколько не определяется. Сейчас, мне кажется, уже тенденция такая, что это, мне кажется, даже уже стиль жизни. Да уже даже и нехорошо, кто не занимается спортом. То есть это уже как бы, поэтому сейчас все-все-все занимаются чем-то, все где-то себя находят в спорте. Сейчас, я уже повторяюсь, наверное, очень модно уже заниматься спортом, модно заниматься своим здоровьем, красотой своего тела. То есть фитнес, это как бы подразумевает, это не только там спорт. Это вообще занятие своим телом, своим здоровьем, что это красота всего, твоего внутреннего, даже я, твоего организма. Поэтому сейчас уже молодежь, слава богу, слава богу, выходит на тот уровень, где все понимают, что спорт – это, ну, не профессиональный, для себя. Что чем-то кто-то плавает, кто-то бегает, кто-то чем-то занимается. Но чем-то кто-то занимается. Поэтому я вот еще раз повторюсь, вот эти вот бодибилдинг, вот эта группа, это как раз вот ребятам, которые себя еще не нашли, а уже как бы стесняются куда-то пойти. Вот как раз вот для них, то есть тенденции, это у нас не было такого в Рязани, я вот не видела. То есть все, ну и куда пойти ребенку, уже кто-то с чем-то, что-то достиг. И вот очень как раз вот это здесь вот. Ну что ж, спасибо вам, Светлана. Нашим телезрителям напомню, сегодня в гостях у меня была Светлана Кондрашова, директор спортивно-оздоровительного центра СААТРИ. Это программа «Семь минут». Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»